Волнуют жители региона и другие вопросы. Есть ли трудовая гарантия для тех, кто обучался по квоте и должен отрабатывать обязательный срок на предприятии? Как жене сохранить частный бизнес мужа? Кому обращаться пожилым родителям, если единственному кормильцу пришла повестка? Ответы на эти и подобные вопросы в Союзе поддержки жен и матерей военнослужащих. Проконсультироваться с узкими специалистами, психологами, юристами и соцработниками могут все желающие по будням с 9 утра до 18 часов без предварительной записи. Центр работает почти три недели. Сотрудники отмечают, в первое время после начала частичной мобилизации поступало до 70 заявок в день. Больше требовалась психологическая помощь. Сейчас эмоциональный накал утих. Это был запрос в первую очередь, как связаться с ребенком, правомощность мобилизации и скорее такой брошенный в никуда возглас, что делать. А сейчас это более практичные вопросы. Очень много связано с организацией быта военнослужащих. То есть, что едят, в чем ходят. Элементы экипировки военнослужащих можно увидеть в центре. Кроме того, сотрудники помогут с решением различных проблем. Найдут няню, устроят ребенка в ближайший детский сад или будущую маму в роддом. Расскажут, что делать с полученными социальными контрактами. Обеспечат пожилых людей медицинской помощью. Благодаря взаимодействию с Фондом поддержки малого и среднего бизнеса, прокуратурой, Министерством эконом-развития и здравоохранения заявки обрабатывают в короткие сроки. Кроме того, психологическую поддержку оказывают не только квалифицированные специалисты, но и волонтеры-родственники, мобилизованных и участников СВО. Люди, которые по опыту знают, как преодолеть панику и взять себя в руки. Женщина может прийти и рассказать, как ей тяжело на душе. А потом остаться с нами и помочь той, которая тяжелее. Напомним, Центр поддержки матерей и жен военнослужащих создан по инициативе Регионального совета женщин. В столице области отделения работают на проспекте Богдана Хмельницкого, 38, а также на улице Щерса, 15. Обратиться можно и по телефону горячей линии 25 69 05. Подобные центры работают и в разных муниципалитетах региона. Помощь получили уже более тысячи человек.